Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. За окном июльский зной, и больше времени хочется проводить в водоемах или в горах. И прямо сейчас мы отправимся с вами в виртуальное путешествие. Предлагаю вам загадочную Грецию. Вы скажете сейчас, коронавирус, какая может быть Греция? Всё верно. В нашей Карачаево-Черкесии есть маленький греческий островок под названием Спарта. Вот именно туда мы и отправимся. Там до сих пор мифы Древней Греции передаются из поколения в поколение на чистейшем греческом языке. В гости к 300 спартанцам отправилась Фатима Даурова. Сегодня мы приехали в гости к потомкам понтийских греков, которые обосновались здесь, в Карачаево-Черкесии, во второй половине XIX века. Сначала они заселились в селе Хасаут-Греческом, недалеко от станицы Кардоникской. Село же Спарта, где мы сейчас находимся, образовалось чуть позже. И сейчас нам предоставляется уникальная возможность вместе с вами познакомиться с укладом жизни потомков древних эллинов. Вот и узнаем, что они нам интересного расскажут о себе. Греки, беженцы новой волны из Трапезунда и Карца основали второе село, дав ему имя в честь легендарного государства на Пелопонессе. Долгое время здесь жили только греки. Сейчас состав населения многонационален. Есть смешанные семьи. Но мы отправляемся в гости к традиционной греческой семье, где до сих пор все ее члены разговаривают на том же языке, на котором когда-то говорили Александр Македонский, завоевавший полмира военными походами, и древние философы Сократ и Диоген. Греция дала миру в наследство изысканную античную цивилизацию и культуру. Дружная и большая семья Спиридонидии встречает нас по обычаям спартанцев. Здравствуйте. 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 Пожалуйста. Спасибо. И вот это одна из, наверное, традиций, что гостей всегда встречают кофе. Все, кто приходят, первое, что у нас подается, это кофе вареный, греческий кофе. Во главе семьи Мария Харлампиевна, 84-х лет от роду, многие годы из которых пришлось пережить в ссылке в Сибири, куда был отправлен отец по политическим соображениям. Потеря матери, переезд пяти детей-сирот на Кавказ и счастливый случай – оформление опекунства родной тетей, который помог избежать участия детдомовских детей. Так началась новая жизнь Марии в Спарте. Тяжело было? Конечно, тяжело. Мы приехали в 1947 году, голод был здесь еще. Но ничего пережили, как-нибудь. Тети нас помогали, родственники были, помогали. И мы выжили. Трудности, конечно, оставили свой отпечаток на лице красивой женщины. Но блеск черных глаз до сих пор греет всю семью. Она – сердце домашнего очага. Хрупкие женские плечи основали крепкий фундамент семьи. Мария передавала знания о традициях и обычаях своего древнего народа. Благодаря ее усилиям и дети, и внуки, и правнуки говорят на чистейшем греческом языке. Зная свою бабушку, она, я даже с детства помню, она очень трудолюбивая. Она у нас как пчелка. Она у нас минуты не сидела. И, наверное, это качество передалось и мне. Как мама говорит, что я копия бабушки в этом плане. Я постараюсь передать это и своей дочке. А в плане традиции, конечно, язык – это самое главное. Танцы тоже постараемся передать. Бабушка учила танцам, да? Да. Любовь к музыке. Она у нас и пела. И, конечно же, Мария Харлампевна научила свою дочь надежду и секретам греческой кухни. И нас приобщили к вкусовым изыскам. Сегодня мы будем готовить два греческих понтийских блюда. Это шерван. Это подается на первое. И мантин. Как второе блюдо. Блюда эти, конечно, очень древние. Это понтийские блюда, которые вышли еще... Наши предки их принесли нам с Турции. Они жили в Турции, вы знаете, да? Оттуда потом они, когда там уже подверглись репрессиям, они оттуда убежали, пришли сюда. И вот эти блюда, они сохранили. Вот как они были в изначальном, да? Вот так они и остались. Вы их готовите в повседневной кухне? Мы готовим всегда. Очень часто. Да. Наравне со современными блюдами, которые у нас существуют, мы всегда готовим греческие блюда. Они у нас как бы вот любимые дети очень любят. Мы все любим эти блюда. Значит, сварилась перловка. Многие готовят на рисе, но правильно изначально готовить его на перловке. Вот сварилась перловка. Потом у нас есть такой наше национальное еще продукт, такой национальный, называется пашкетан. Он готовится из сквашенного молока. Ну вот у нас на Кавказе говорят айран. Да, вот это вот квашеное молоко. Кисломолочный продукт. Который варится, потом сцеживается, получается такая густая масса, которая хранится потом. Вот раньше наши бабушки, мама моя так делала, они все это вот готовили и всю зиму хранилось. Зажарка делается. Масло сливочное. И мята. Мята. Мята, да? А сушеное мясо, да? Мята, да. Аромат. Ну конечно. Сушеное мясо, которое мы заготавливаем сейчас летом. И вот у нас она как бы долго-долго хранится. Ну тоже на глаз. Сливочное масло и мята. И мяту. Вот это у нас такая зажарка. Некоторые сейчас на современный лад еще делают зажарку с луком. Но изначально это не делалось. Это такой свежий вкус придает, да? Да. Он необычный, знаете. Вот описать его не опишешь. Самый верный помощник надежды и в жизни, и на кухне супруг Георгий. Его поддержка. Тот оплот, на котором строится кирпичик за кирпичиком целостной с теми и ее благополучия. А готовкой вас занимается только женская половина дома? Нет, у нас мужчины очень активно участие принимают в готовке. У меня супруг вообще повар. Очень часто он готовит. И как он готовит, наверное, вкуснее мужчин никто не готовит. Он готовит очень вкусно. Он готовит разнообразное. То, что касается мяса, мясных блюд, шашлык, люля. Что-то это вот его. Греки любят, а главное умеют готовить, превращая национальные блюда в произведения искусства. Главная особенность – натуральные и экологически чистые продукты, большинство из которых производится дома. Молоко, сыр, сметана, топленое масло, травы и специи. Культура национальной греческой кухни основана на одном фундаментальном правиле – не нужно усложнять. Хорошее блюдо, по мнению греков, готовится максимально быстро и легко. Мантин, шерван, сирон, пашкетан – экзотические названия, с которыми я познакомилась впервые, находясь в гостях у семи Спиридониди. Они же и рассказали, как проходят свадьбы, где подаются эти же блюда. А чтобы не возникло чувство тяжести от такого разнообразия еды, понтийцы танцуют свои знаменитые танцы. И вот у нас танцы все вот такие круговые. И вот знаете, вот наш один танец, есть Омал, который танцуют наши дети, школьники в школах. И когда идут какие-то смотры в республике, этот танец считается, его так и назвали, дружба народов. И я даже знаю, президент танцевал, мы видели на видео, да. И все дети, нагайцы, черкесы, русские, все становятся в этот круг и все танцуют. Танец как бы простой, и вот все его танцуют. Именно то, что вот это вот, наверное, то, что держится за руки, все равно это как-то объединяет. И вот танцы у нас, когда вот на свадьбах, у нас круг, 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 там несколько кругов. Вот больше, 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 больше. И вот если сверху посмотреть, это просто скопление народа. Так что, дорогие телезрители, кто хочет увидеть большую греческую свадьбу с танцами и вкусными блюдами, приезжайте сюда в Спарту. Здесь вас встретят с распростертыми объятиями, и каждый будет рад вас здесь видеть. Когда все собираются дома, большая и дружная семья Спиридониди не помещается за одним столом, наставленным любимыми блюдами. Внуки, живя в разных регионах большой страны, успевают сильно соскучиться по знакомому с детства вкусу домашней еды. Приготовленной заботливыми руками мамы и бабушки, она всегда остается предпочтительней кулинарных шедевров мишленовских ресторанов. Впрочем, я сама в этом убедилась. Вот сейчас я буду первый раз в жизни пробовать национальное блюдо древних греков, пришедшее нам прямо из Греции, Ширван, которое нам приготовила наша гостеприимная хозяйка Надежда Яковлевна. У меня прям слюнки текут, сколько мы это готовили. Сейчас попробуем, посмотрим. Очень необычное сочетание привычного кисломолочного вкуса и вот этой изюминки, что придает мята, очень вкусно. Нам нужно было продолжить свое маленькое путешествие по Спарте, и поэтому пришлось расстаться с радушными хозяевами. Бабушка Мария, очаровавшая всю нашу съемочную группу, Когда вы будете смотреть наш материал в эфире, знайте, что мы благодарны вам за ваше гостеприимство. Долгих лет жизни вам в кругу такой замечательной семьи. Лето, жара, каникулы. Маленькие спартанцы оживляют улицы села. Ободранные коленки, самокат, велосипед. Детвора здесь находят занятия по душе, а некоторые, особенно ответственные, не забывают о книжках. Чем ты занимаешься на каникулах? На каникулах я читаю, занимаюсь русским языком, потом математикой. Слушай, и в школе учиться, когда надо учиться, а каникулы, чтобы отдыхать, как ты отдыхаешь? Я отдыхаю, а когда дожди или мне скучно становится, я пойду, почитаю, что-то сделаю. Проходя по улицам маленького села, возникло интересное ощущение. Размеренность – это слово точно описывает жизнь таких маленьких поселков, как Спарта. Здесь не встретишь людей, которые праздно гуляют по улицам. Каждый занят своим делом. Кто-то огородом, кто-то домашней скотиной, кто-то высаживает саженцы. И здесь такое ощущение, как будто время замирает, все идет медленнее. А замирает оно наглядно. Старыми заброшенными домами, покосившимся штакетником, часто встречающимися вокруг. Спарта – небольшое село. Всего лишь немногим более 200 дворов. И многие из них, к сожалению, пустуют, потому что хозяева уезжают, заколачивают окна. А дворы зарастают травой. Вот как здесь. Бывший клуб на 200 посадочных мест кинозалом. Теперь местный раритет из советской эпохи. Он отжил свой срок, а замены еще нет. Ну, досуга нет в селе. Такого, чтобы куда-то могли молодежь, старики прийти, посидеть, что-то рассказать, услышать, увидеть. Где-то красивое, чтобы пару лавочек было. Либо там, когда плохая погода, дожди, где-то могли собираться, играть там в те же нарды, шахматы, шашки. Социальных объектов нет? Социальных у нас, к сожалению, нет. Зимой это тоже очень так напрягает. Очень много выходцев приезжают в зимний период времени сюда, в село. На время там, на каникулы, на выходные. И вот, чтобы собраться, общаться, чем-то делиться, нет такого места. Мы, как те 300 спартанцев, шутят жители Спарты. И действительно, село маленькое, а проблем много. Кроме разведения домашнего хозяйства, здесь практически нечем заниматься. Предприятий, дающих рабочие места, нет. Раньше, когда действовал колхоз имени Кирова, Спарта процветала. Коллективное хозяйство было сильным, богатым и обеспечивало весь населенный пункт работой и продуктами. А сейчас, в основном, все занимаются натуральным хозяйством. Разводят скот, сажают огороды. Простая, но довольно тяжелая жизнь села. Да и домашние питомцы у всех разные. С очень необычными мы встретились совершенно случайно. После знакомства с задорными хрюшками, с зарядом положительных эмоций, мы продолжили свою экскурсию по Спарте. Наше внимание привлекли солнечные блики, отражающиеся от купола православного храма. Он стоит в самом центре села. Сосредоточие духовной жизни спартанцев – свято-троицкий храм, который строили всем миром, помогали многие, и даже христиане, которые проживают на Кипре и в Греции. Постоянного священнослужителя при нем нет. Он приезжает время от времени, по необходимости. За территорией ухаживают местные жители. Это Спарта. Такой она нам представилась. Наследие эллинов и заповедник советского прошлого. Интересное сочетание великих эпох. И если вы хотите поближе познакомиться, то добро пожаловать в Спарту. Фатима Дурова, Расул Бердеев, Вести, Карачаево-Черкесия, Адыгехабльский район. Вот такая маленькая Греция в Карачаево-Черкесии. Все мечтают о путешествиях. Наверное, в любое время года. Но здесь определенную роль играет ценовая политика. В принципе, можно выбрать отдых по любому карману. Но есть отважные люди, которые ради того, чтобы слетать на Мальдивы или в Дубае, берут кредиты и наслаждаются морем, прекрасными видами курортов. Но сейчас в период пандемии ситуация с выплатами кредитов ухудшилась. Наибольшие объемы просроченных долгов – это кредиты на неотложные нужды. Далее идут кредитные карты, ипотека, срочные займы и микрозаймы. И прежде чем влезать в долги, нужно, конечно, хорошо подумать, стоит ли. Но здесь появляется другая проблема – коллекторы. Госдума приняла закон, обязывающий коллекторов общаться только с должниками, не беспокоя его близких, коллег или соседей. И все же, какие права имеют коллекторы? Что им делать? Категорически запрещено. И как быть, если взыскатель переходит границы дозволенного? И тут на помощь гражданам придут судебные приставы. Они могут обратиться в службу соединенных приставов при выявлении в отношении них правонарушений не только коллекторскими организациями, но и всеми остальными. Коллекторские организации, микрофинансовые либо кредитные учреждения. Нарушением права будет являться частота общения с гражданами тех же организаций, которые осуществляют деятельность по возврату просроченной задолженности. Нарушение частоты направления СМС, либо других текстовых сообщений. Нарушение частоты личного общения с должными лицами, которые осуществляют деятельность по возврату просроченной задолженности. То есть работниками коллекторских, либо кредитных учреждений, либо микрофинансовых учреждений. Все эти условия предусмотрены 230-м федеральным законом. При допущении нарушений, соответственно, мы будем уже привлекать к административной ответственности. Можно обратиться к нам в управление, город Черкесс, улица Кавказская, 19, направить нам письменное заявление, либо по номеру телефона города Черкесски, 21 39 13. Можно записаться на личный прием посредством сервиса, личный прием на сайте управления, либо направить заявление на электронный адрес, который точно так же находится на сайте управления. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие, сотрудники и гражданский персонал подразделений правового обеспечения войск Национальной гвардии Российской Федерации. И гость нашей утренней программы, начальник группы правового обеспечения управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике, Ольга Бугаева. Слово Ахмату Халкечеву. Доброе утро, Ольга Владимировна. Прежде всего, позвольте поздравить вас с профессиональным праздником. И расскажите о деятельности вашего подразделения. Спасибо. Действительно, сегодня, 5 июня, у нас праздник. Мы отмечаем день образования правовых подразделений Росгвардии. В 1983 году впервые в штат внутренних войск была введена должность офицера-юриста. Наш коллектив молодой, нашему терроргану только 5 лет. Коллектив небольшой и в основном молодой. При среднем возрасте это где-то 35 лет. В основном наше направление – это стопроцентная правовая экспертиза локальных актов, поступающих на подпись начальнику территориального органа. Мы согласуем все договоры, соглашения, контракты, а также приказы. Кроме того, осуществляем судебную защиту интересов Федеральной службы ВНГ в судебных инстанциях. Если можно, поведайте о специфике деятельности военных юристов. Специфика нашей работы тесно переплетается с работой военного юриста и юристов МВД России. Специфика в том, что наши подразделения осуществляют сопровождение различных задержаний при террористических актах – это полное сопровождение правовой составляющей данных операций, соблюдение всех прав и свобод гражданина, потому что презумпция невиновности остается прежней. И юрисконсульты отслеживают полностью направление этой деятельности от начала операции до ее завершения. Вот вы рассказали, что коллектив у вас молодой, преимущественно специалисты молодые. Насколько отлажена, слажена работа вашего коллектива и легко ли вам взаимодействовать с вашими подчиненными? Работа у нас очень слаженная, коллектив весь дружный, взаимопонимание имеется. Пытаемся наладить взаимоотношения и с другими подразделениями, очень плотно общаемся с правовыми подразделениями МВД по Карачао-Черкесской республике, военными юристами, юристами, которые служат у нас в других подразделениях Северо-Кавказского округа. Полностью взаимозаменяемы, например, если в судебную инстанцию иск подали к войсковой части, находящейся на территории Карачао-Черкесской республики, но в другом регионе, к примеру, в Северной Осетии. Наши коллеги Северной Осетии представляют наши интересы в тех судах, ну, чтобы мы не выезжали. То есть полностью взаимопонимание, и очень приятно работать в таких условиях. Позвольте вас поблагодарить за столь содержательное интервью, и в завершение можете обратиться к коллегам и поздравить с профессиональным праздником. Я поздравляю своих коллег, юрисконсультов, подразделений правового обеспечения Северо-Кавказского округа, Росгвардии. Желаю, чтобы в их дома приходили только добрые вести, здоровье их семьям, карьерного роста, ну и финансового благополучия. Всего вам доброго. Время в эфире пролетело быстро. Далее на телеканале «Россия» программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести Крачаева-Черкесия» с Аллой Динаевой. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok